Мужчина в одночасье лишился двух самых близких людей в своей жизни. Я был на работе, когда мне позвонили родители и сказали, что Анжела погибла. Его жена погибла в ужасной автокатастрофе. А родного сына похитили после ее смерти незнакомцы. Сказали, такая ситуация произошла. Я был просто в шоке. Уже несколько месяцев Денис не может добиться справедливости. Почему сына Дениса при живом отце хотят забрать к себе чужие люди? Какое отношение к рождению маленького Артема имеет таинственный гражданин Ирака? И кому в борьбе за ребенка сегодня очень поможет тест ДНК? Два лжи отца моего сына. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украины. Я Алексей Суханов. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Маленький мальчик Артем оказался в центре самого настоящего детектива. После смерти матери сразу несколько человек заявили о своих правах на ребенка. В студии у нас сейчас Денис Денисенко и его мама Клавдия. Клавдия, встречайте, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, почему ребенок должен быть именно с вами, Денис? Потому что я его родной отец. Вы в этом абсолютно уверены? Я уверен в этом. Внимание на экран. Стосунки між Денисом и Анжелою завязалися у 2013 році. Була вечерка, молоді люди одразу запали в душу одне одному. Познакомились дома у сотрудника по работе, но он пригласил гостя, там и познакомились. Це був цивільний шлюб. Оформлювати стосунки офіційно не було ані бажання, ані часу. Та й навіщо? Кохання не потребує штампів? Уже через рік цивільна дружина завела мову про спільну дитину. Денис не заперечував. Вона намекала ребенка завезти всього і переїхати. Дитина народилася недоношеною, тож Анжела мусила якийсь час побути в лікарні. Денис пригадує, що вже тоді почали відбуватися дивні речі навколо його сина. Денис, що відбувалося в роддоме? Вона сказала, що його хочуть забрати в дому малютки. Кто вона? Анжела. Так. Коєна? Почим? Ну, тому що він якобы недоношений. І... Ну, то есть... Сказали, їму там буде хороше. А хто їй таке предложив, Анжеле? Ну, доктора. Я потім сказав, дай трубку медсестре, потому що я работав в Кривому рогу, в Кировоградській області, сильно далеко. Ну, вона взяла трубку, я говорю, ну, ви розумієте, їму там буде краще, ви потім через час зможете забрати його, ну, коли він наберет вес, все. Я говорю, я говорю, какой дом малютки, я говорю, якщо я приїду, я говорю, тебе быстрее заберуть. Этому врачу, ви так сказали? Це була медсестра. А, медсестра. Да, ну, она сразу начала разговаривать по-другому, і його буквально в той же вечір перевезли вместе з Анжелою в Кировоградську область, ну, в больницу. То есть, если бы не уйду, то ребёнка бы забрать просто, действительно, отобрать у матери, так? Ну, да. Скажите, а в каком роддоме лежала Анжела? Изначально забрали в Александ... рожала в Александрии. Ей в Александрии предлагали в роддоме, вот, отказаться, как бы отдать ребёнка. А, предлагали, да, в Александрии. Да, отдать ребёнка. Но почему сейчас в селе Дениса не считают родным отцом маленького Артёмки? И что покажет ДНК-тест? Кто из мужчин, претендующих на малыша, действительно окажется его настоящим отцом? Далеко не жертва сегодня, а преступник. Грубые отношения до старшего мальчика. Просто замахнувся и поспи не дарит. Там побоюську было добряче. Прямо на крестинах? Она мала и год не приезжать к этому сыну. Ещё там два человека считают себя отцом. Но могла Анжела нагулять Артёма? Как вы узнали об этой автокатастрофе, в которой погибла ваша жена? От родителей. Клавдия, это вам сообщили о том, что Анжела больше не... Да. Как это было? Это была у нас знакомая Анжела, она сказала, погибла Анжела. Ребёнок находится неизвестно у кого. Скажите Денису, пускай разбирается, потому что... Ребёнок уйдёт в неизвестном направлении? Да, уйдёт неизвестно куда. И вы сразу рассказали об этом Денису? В треть часа мы вот это мне позвонили, сказали. Денис был, как-то его дома не был, он был, по-моему, на работе. Вечером где-то часу восемь я позвонила, чтобы подошёл. Вот, уже если всё закончится, всё, подходи домой, мы поговорим. Вот, есть серьёзный разговор у нас. Он пришёл. То есть вы по телефону не решились, что говорите об этом? Я вообще не знала, как ему это всё сказать, потому что я знала, что настолько он её любил. И вообще за ребёнком сильно вот это у него было всё. Мы побывали на месте этой автокатастрофы. Внимание на экран. Вот именно здесь произошла страшная авария, в которой и погибла мама маленького Артёма Анжела. Это было в конце сентября 2015 года. В автомобиле было четыре человека. Анжела и её знакомые праздновали покупку машины, в которой, собственно, потом мы разбились. Водитель и пассажиры, как выяснилось потом, были нетрезвыми. Артём и маленький брат, насколько я понимаю, так, да? Да. Ждали возвращения матери в закрытом доме. Автомобиль выехал на встречную полосу, ударился в отбойник и перевернулся. Три человека погибли на месте, в том числе и Анжела. Ей было 29 лет. Денис, а вы с Анжелой не жили вместе, что ли? В последнее время, нет. Начались ссоры, потому что... А ссоры из-за чего? После смерти бабушки начали бегать подруги и т.д. Ну, из-за них начались все ссоры. Подруга и соседка. И соседка, да. Ага, и вы уже сколько не жили вместе-то? Потому что это, конечно, очень странно. Буквально. Если ваша жена погибает, почему вы узнаете об этом только после похорон? Я вынужден был работать. Мы не жили вместе, ну, вот это последний раз, когда поссорились, это буквально там месяца два. То есть вы не жили уже два месяца. А Артемке сколько тогда уже было? Ну, год и месяц. Год и месяц. Получается, что вы узнали о смерти, о гибели своей Анжелы, своей жены, уже после ее похорон, и поехали сразу же в село, где она жила. Так, а когда вы туда приехали, вы нашли ребенка? Мы поехали сразу к бывшему мужу ее. Так. Потому что, ну, сказали, он забрал их, обоих. Да. Туда. Приехали, я говорю, ну, давай, я говорю, выноси, где мой сын, все дела. Он говорит, якобы, ну, у меня его нету. Говорю, как нету, а где он? Я не могу сказать. Ну, он хотя бы намекнул, где ребенок может находиться? Он сказал, он находится в селе, но сказать я не могу, у кого он, что он. Вы пошли в милицию, что сказали в милиции? В милиции, ну, я говорю, я хочу написать заявление о пропаже ребенка. Только начал писать, позвонили там кто-то, говорит, все, нашелся ваш ребенок, он находится у каких-то трикозынок Дима. Ага, у каких-то людей, вы их не знаете, этих людей? Нет. Но почему маленьким мальчиком все заинтересовались только после смерти его матери? Кто готов пожертвовать всем, лишь бы усыновить этого Артема? Денис никакой не отец этому малышу. В этом уверена наша следующая героиня, которая сейчас уже готова выйти в эту студию. Встречайте, пожалуйста, Людмилу Розову. Доброго дня. Пожалуйста. Людмила, почему вы сомневаетесь в отцовстве Дениса? Я не хочу никого обидеть, но при разговоре с покойной Анжелой, она даже сама не была уверена, что он есть с отцом. Денис, внимание на экран. Людмила – един родичка загиблої Анжели. Саме ей довелося ховати небіщицю, бо никто, а не первый человек, а не Денис не согласился. Вона добродушна была, но помощи не было, фактически никакой помощи ей не было. Людмила рідко бачила Анжелу, втім жінки постійно спілкувалися по телефону. Сама ростить онуків, дітей своєї рідної доньки. Має маленьку хату, живе на скромний заробіток техпрацівниці. Тому прогодувати ще одну дитину фізично неспроможна. Людмила і раніше мала сумніви щодо батьківства Дениса. Але після знахідки, виявленої в будинку покойной Анжели, вона точно знає, хто батько хлопчика. Що такого ви обнаружили в домі у Анжели? Коли загинула Анжела, 20 вересня, це було вранці, в 10 годин мені повідомили, що вона вже знаходиться в морзі. І ввечері, так як відстань між нашими селами близько 10 кілометрів, я поїхала для того, щоб взяти паспорт і подивитися, в якому стані там одержа для поховання. Біля її паспорта... Так там ще діти були в домі? Ні, нікого не було. Мені відкрила сусідка. І при... Тому, коли ми знайшли паспорт, при паспорті було два свідоцтва про народження. Два? Два. Перше – ксирокопію на Мартиненко Артема Денисовича. А друге – повторно видане на Альбадж Артема. Не пам'ятаю, як по батькові. Тот самий гражданин Ірака. Так, в графі, де батьківство було записано, що це громадянин Іраку. Один гражданин Ірака, а другой... Мартиненко Денис Денисович. Ви знаєте Мартиненко Дениса? Вона формила, як мать-одиночка. Записано со слов матері, абсолютно нормально. Абсолютно естественный процес. То есть, подождите-ка минуточку. Нет, може быть, це, конечно, не естественный процес, але це доволіно странно, що на одного ребінка... Стоп, стоп, стоп. На одного ребінка вдається два свідетельства о рожденні на совершенно разных мужчин при живому отце, як утверджає Денис, который, собственно, никого не бросав, а зарабатывав деньги. Ми ж слішали це? То, що отец Денис – це тільки він считає, да? В моєму пониманні Денис далеко не жертва, а сегодня. Понимаєте? А преступник в отношении этого ребінка, в отношении которого не установив своє отцовство. День рождения этого ребінка. Понимаєте? Скажіть мені, пожалуйста, значит, вот два свідетельства о рожденні на маленького Артємку Людмилу нашла. А у вас є свідетельства о рожденні? Ну, ось це. Що нам дала? Що нам дала? Що нам тетя дала? Що нам Людмила дала? Два свідетельства. А, вот то, що ви передали? Да, да. Спасибо. Значит, не в одному із свідетельств. А можно ознакомитися? У вас нет документів, подтверджуючих действительно документальне ваше отцовство, так? Нет. Она сама оформляла документ. Наши журналисты попытались узнать всю правду о рожденні маленького Артєма. Именно об отцовстві относительно маленького Артєма. Нам удалось, собственно, покопаться и в архивах документах ЗАГСа. Внимання на екран. Альбач. Ана кладена кому. Зміни були? Да. Зміни. Набо батькою. Там нас на метро батько на піскаві дознає. Тут визнання батьків двого. Двадцятого третєго цього року. Коли було визнання, вони доходили і далися. В двох? В двох. Обов'язково в двох. Один не може ніколи прийти. Тільки в двох. Вы знали, що імі отця Анжела в документах змінило після полугода рождения Артєма? Я не знал. Тобто вона вам об цьому не говорила? Но в свидетельствах о рожденні малыша указаны совершенно разные мужчины. Их двоє в двох свидетельствах о рожденні. Откуди взялся гражданин Ірака, к примеру? Ми знайшли чоловіка, який знає відповідь на цей вопрос. Удастся ли після всього цього Денису доказати своє право? Законне право на сіна. Вона дал їй повністю зарплатну карточку, тому що мені це теж болить. Вони самі не знають, хто її батько. Їй закон не писано, она, де я хотіла, там говорила. Тосила. Дитина вже в прийомній сім'ї. Давай ДНК, доказуй отцовство і забирай. А діти сидели запертыми в домі. Зачем этой семье нужно було? Устанавливати опеку в отношении ребёнка? Неопровержиме доказательство тому, що він действительно є відцом Артёма. Скільки у вас пальців на руку? Денис, хто цей гражданин Ірака? Ви о ньому що-то знаєте? До гибели я за полтора місяця приїжав. Там були два чоловіка, але сказала, що вони формують землю. Послушайте, с момента гибели вашої жіне прошло два місяця. За це час ви нічого не розуміли, хто цей гражданин Ірака? Нет. К яким же образом в свідетельстві о рождіні мог появиться цей гражданин Ірака? Ми провели її собственне розслідування для того, щоб доподлинно узнати всі обстоятельства цього проїжстві. Людмила, а ви хорошо знаєте Дениса? Я Дениса побачила в перший раз. Після поховання Анжели, похорон у нас був в понеділок, а вони до мене зателефонували у середу. То є ви мало знаєте Дениса? Я зовсім з ним не зустрічалась. А Анжела вам що-то розказувала о Денисе? Ні. Вообще нічого? Ні. А Анжелу ви давно знали? Да. От самого рождення. А скільки ви були в бракі? В гражданському. І у вас не були зарегистрировано? Ні, в гражданському. Тобто ви були гражданський такий брак? Скільки ви були в місті? Більше трьох років. Більше трьох років? 2012. Ви считали Анжелу своєю женою, і она считала вас своєю мужем, так? Ми думали розписатися, але для начала думали, пока Нана і стане. А якими у вас були відношення з родственниками Анжелы? Нормальні були. Ізначально до смерти бабушки, а потім, після смерти бабушки, началося ссори і все. А ми знаємо, що все-таки бабушка Анжелу не дуже любила Денису, це так? Так. За що? Ну, там одна претензія була грубе відношення до старшого мальчика. До старшого сіна Анжелы? Анжели, так. Так, а в чому ця грубость виражалась? Ну, так вона сказала, що він грубо відноситься до Сережи. Он бил, що ли, його? Ну, я не знаю, чи бил, я не можу сказати, але вона мені в подробностях не об'яснила. Ну, дійсно ли, це так? Ми розыскали старшого брата Артема Сергея з разрешення отца. Он поговорив з нами. І он, мальчик, нам рассказал, каково йому було жити з Денисом. Рассказав об їх общині. Внимання на ікро. А як він з мамою побудився десь? Балакав нормально, а коли вип'ят, то ні. А що він робив, коли вип'ят? Бив. Рукою просто піднімав і раз вдарив. Ти взагалі як ставишся за дядькою? Погано. Ці так кричав нормене. А не бив як вона? Ну, один, ну і не сильно. А що він зробив? Просто замахнувся і по спині вдарив. А Анджело Денис бил? Я не знаю, чи вони билися чи ні, але коли були христини, там дітей христили, знається, в квітні місяці. То там побоїську було добряче. Прямо на крістинах? Які там були присутні. Білось. Вона мені сказала, що в мене є чоловік, з яким мені дуже добре, який мені допоміг Сергійка в школу зібрати, який допоміг там на христини, якісь гроші давав. На рік давав гроші з Артемчикою, вони святкували рік, річницю дитині. І вона була така щастлива, ну, видно було, що... Тобто у нього вже був інший мужчина. Так, це з яким вона загинула. Ви знали об этом, Денис? Я вже знав потім. Коли потім? Коли ми поссорились. Послушайте, то есть ви знали, коли она ще була жива? Ви знали об этом? Коли вони поссорились за полтора місяця, я узнал. Ну, к дитині це не має відношення. І мені кажеться, що поки що це тільки фантазії, що вона б не хотіла, щоб Денис считався все-таки родним отцом. Все-таки я считаю, що у Дениса є якісь права на дитину. Тобто у мене питання к вам. Ви сказали, що Анжелі предлагали, щоб вона стала дитинаю в дому дитину, правильно? А предлагали офіційно відказуватися, письменно? Не, не предлагали. Тобто усно, да? Да. Прощепали почву. А к вам лично обращались кто-либо? Да, мне лично, я сам сказал, дай мне трубку медсестре, я буду с ней говорить. Ну, другие к вам обращались, там, гражданин рака там? Не-не, никто не обращался. То есть вы об цих людях впервые услышали после гибели вашей супруги? Да, Татьяна. Мне интересно спросить, кого Артем считал своим отцом, потому что он достаточно... Ну, Артемка совсем маленький, кого он может считать своим отцом? Артемка же маленький совсем. В годике три месяца ребёнок может говорить папой, обращаться к человеку. И это нормально. Начиная с полугодика, папа – это человек, который имеет образ. Ага. А ваш сын во сколько, в каком возрасте заговорил? Где-то, наверное, мама, где-то в годик, наверное. В годик. Вы помните тот день? Вам Анжела об этом говорила? Да нет. А в каком возрасте ваш ребёнок сделал первые шаги? Он не ходил. Он мог только стоять, ну, в кроватке стоял там. Один вопрос к вам, Денис. Когда исполнился год вашему ребёнку, день рождения, вы отмечали своим сыном с Анжелой вместе? Я работал. Когда подарок вы подарили ребёнку? Я работал. Я понимаю, что вы работаете, вечно работаете, уважаемые. Я ей дал жару. Уже 20 раз повторили, что вы работаете, да? Да. Работа не означает, что вы должны меньше уделять внимания своему ребёнку. Дело в том, что когда Анжела жила во время беременности, он обеспечал ей, передавал ей постоянно деньги так. Когда ребёнок родился, он отдал ей полностью зарплатную карточку, потому что мне это тоже болит. И сидел у нас, получается, он отдал ей всю зарплату туда. И она жила за счёт его зарплаты. Это всё нормально. Мы восприняли вся семья. Итак, что вы думаете, наши уважаемые зрители? С кем должен остаться Артём? Можно ли малыша отдать Денису? И что это за история с двумя ещё какими-то подозрительными, таинственными отцами в этих двух свидетельствах о рождении? Оставьте, пожалуйста, свои комментарии на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. К свидетельствам о рождении мы ещё вернёмся, потому что там, знаете, очень серьёзная история. Людмила, а где сейчас находится Артёмка? Артёмка сейчас находится в селе Добранадея, в приёмной семье у Трикозенко Инны и Димы. Вот, вот как раз тех Трикозенко, о которых вы, Денис, сказали. Скажите, пожалуйста, а что это за люди вообще? Откуда они взялись? Вы их знаете, этих людей? Так, лично я не знайома с ними. Но когда Анжела погибла, мы знали, что моя родня знала, что Сергейка заберет отец, а Артёмка мы не знали, куда динуть. И когда я позвонила до главы сельской ради в Червоной Каменьке, так как у меня уже есть двое диток под опекой, я ей запитала, могу я взять Артёмка до себе? Чтобы так, ну хай воно и далеко, как ровно не телепается по Білому світу. И Тетяна Олександровна сказала, что действительно занимайся похоронами, когда похоронишь, подойдешь, мы тебе все документы для этого дамо. Это Трикозенко, я не понимаю. Они какие-то знакомые, родственниками приходятся. Кто они? Нет, они чужие люди. Инна Трикозенко ем хрещеную матерью Сережи. А, подождите. Стоп, стоп, стоп. Значит, Трикозенко, Инна, жена Трикозенко, да, Дмитрия, она, значит, крестная старшего Анжелы. Сережи. А, ну понятно. Теперь, если крестная, то узнали о беде. А вы что от Трикозенко знаете, кстати? Она присутствовала, вот эта Инна на Христинах. Ну, тоже крестная, да? Я был на Христинах. То есть вы ее знаете, эту Инну? Я ее, вот это, один, единственный раз видел, и все. В принципе, визуально вы ее знали. Ну, визуально, да. Да, визуально вы ее знали. Значит, когда вы поехали к Трикозенко, что они вам сказали? Они говорят, где ты был, ну, я говорю, так мне никто не сообщил. Угу. Ну, мы вот это, начали разговаривать, говорю, а можно посмотреть на ребенка? Я зашел в дом, он лежал, спал в кроватке. Угу. Вас спустили в дом, да? Да, да, вдвоем спустили. Хотел подержать его на руках. Угу. Она говорит, не надо, он спит, типа, давай, короче. Вышли на улицу, еще пообщались, а они... О чем вы общались на улице? Что они вам ответили? Она... До нас приходило еще там два человека, считая себя отцом. А кто там два человека, считая себя отцом? А кто эти были люди? А без понятия? Ну, они не сказали. Ну, как без понятия? Ну, я спросил, кто они, ну, ничего нет. Они не сказали? Да. Они не сказали. Угу. Вы им сказали о том, что вы намерены забрать ребенка? Да. И я им говорила, говорю, так не поступает, ну, не поступает просто некрасиво. А они что? Давай ДНК, доказывай отцовство и забирай. Однако, зачем она самом деле, этой семье Трикозенко, чужой, казалось бы, ребенок? И поможет ли Денису сегодня тест ДНК доказать свое право на отцовство? Или он потеряет свое право на отцовство и возможность вернуть себе Артема раз и навсегда? Женщина, которая сейчас выйдет к нам в студию, она сделала все, чтобы Денис боролся за ребенка. Именно эта женщина подталкивает Дениса в спину, заставляя его действовать. Встречайте, пожалуйста, Юлию. Подвиньтесь немножечко. Нет, 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 вот, садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Почему вы так помогаете Денису? Ну, вообще, я ему никто. У нас родственные связи и, как бы, дружеских таких нет. Ну, вы хотя бы знакомая. Я просто знакомая, да, через Анжелу. Я этого человека изначально видела в Крым-Роге, как они жили. То есть, вы считаете Дениса все-таки отцом маленького Артема? Да. Я просто очень знаю хорошо Анжелу. Внимание на экран. Упродовж останних трех роков Юлия живе у Кривом Морозе. Перебралася сюда с Добронадейюки, звідки родом и Анжела. Юлия добре знает всех в селе и понимает, кто на что способен. Я тесно общалась с ней и была давно с ней знакома, где-то, наверное, 2004 года. Юлия – мать-одиначка, мает двоих детей. За ради них вона ладна на все. И тому целиком поддерживает Дениса, в батьковстве которого не сомневается. И хоть хорошо ставилась к Анжели, но один ее учинок геть зипсувал отношения между женщинами. Почему покойная Анжела перестала с вами общаться? Ну, это после того, как я позвонила в службу. Это было где-то в конце апреля, где-то в начале мая. Просто сказала мне знакомая, что Сергей приходит на уроки и спит. Старший сын? Старший, да. Постоянно спит. Я говорю, с чем это связано, что он постоянно спит? Потому что этого Сережу я тоже знаю самого малочку. И сказали, что он нянчится с этим же Артемчиком маленьким. То есть вечером он нянчится, вечером с ним. Он не досыпает, потому что ребенок ночью плачет. Утром рано ему вставать и идти в школу. Естественно, какая учеба может быть? И вы пожаловались в... Да, я позвонила Яне Сергеевне в соцслужбу. И сказала, что надо что-то делать. Я не обратилась за помощью. Я просто настоятельно потребовала, чтобы что-то сделали для того, потому что вот такая вот ситуация происходит. Она сказала, что она возьмет на контроль, потому что, в принципе, эта семья уже у них стоит как бы на контроле еще с Сергеем старшим. То есть Анжела стояла на контроле у социальных служб. По какой причине? По той причине, что она жила в Кривом Рогу. Долгое время, наверное, год пять. А ребенок жил с бабушкой, то есть прабабушкой. Она долго не приезжала, она малой год не приезжать. К этому сыну. Вот так. Анжела. Анжела. То есть Анжела была не очень такой хорошей матерью. А по возвращении в село она как бы изменилась? Ну, я бы не сказала бы, что она изменилась. В плане этого она не изменилась. Она изменилась на тот период, когда она была беременна. Людмила, вы сможете подтвердить эти слова, что действительно Анжела так плохо относилась к детям, ухаживала за ними? Ну, с родственной матерью Анжелу не можно назвать. А как социальные службы, кстати, отреагировали на ваш звонок? Они приехали к Анжеле? Когда я перезвонила через неделю, они мне ответили, все хорошо. Говорю, поймите, говорю, не может быть все хорошо. Она гуляет ночью. Я это подтверждю. Она гуляла ночью? Она гуляла ночью. А где она гуляла ночью? А ей закон не писан. Она где хотела, там и гуляла. То есть тусила? Тусила, будем так говорить. Это называется у нас тусила. А вот, кстати, послушайте-ка, даже вот в то утро, когда они разбились на машине, ведь они были выпивши, пьяные, это установила экспертиза, и они, видимо, тусили тоже всю ночь. А дети сидели запертыми в доме. Не с кем-то, а одни запертыми в доме. Значит, Артема маленького Анжела оставила на поруке этого старшего. Я так понимаю, это не первый раз. Да. И это было бы основанием для соответствующих служб, чтобы ее лишить материнских прав. Нельзя детей оставлять одних, это угроза для жизни и здоровья детей, поэтому... Но соцслужбы ночью не работают. Я понимаю. Юлия, понятно, что Анжела, как мать, и вам не очень нравилась, мягко говоря, потому что у вас есть претензии по поводу ее отношения к детям, воспитанию детей. Но почему вы так трепетно относитесь к Денису, и откуда у вас вообще такая уверенность, что он биологический отец ребенка? Что я не Денису помогаю. Я именно за детей, чтобы в любом случае надо разобраться в том плане, как бы, какой бы ни был отец или мать, все равно детям хорошо с мамой или с папой. Как бы им там ни было. С родными. С родными. С родными. Откуда у вас уверенность, что Денис отец Артема? Я 90%, 100% не даю. Но 90% я даю, что это... То есть вы не уверены? А вот, кстати, Анжела была гулящей? Ну, как бы, когда у нее, она живет с одним человеком, когда у нее все хорошо. Нет. Она может пойти там потанцевать, выпить, да. Но не сделает она такого, чтобы... Просто это у нее не первый сожитель. Да. Мы понимаем. Но могла Анжела нагулять Артема? Я думаю, нет. Людмила, а вы как полагаете? Могла ли Анжела нагулять Артема? В жизни все может быть. То есть вы не исключаете такого случая? Мы были в селе, где жила Анжела, и спросили о Денисе, что там односельчане знают о нашем госте. Внимание на экран. Я мало знаю этого датька. Но если бы ему действительно нужна была та дитина, он бы являлся, когда мать еще жила бы. Они сами не знают, кто ее дать. А вы его когда-нибудь видели, чтобы он с детьми на руках? И что, этот Денис? Мы никогда не видели. Хай зовет себе там дитина. Она Денису нужна. Денис молодой, женится. Дениса будут дети. Хай оставит, и он эту семью покойит. Денис, а вы могли бы сейчас показать фотографии вашего сына? Я не знаю, совместные фотографии с Анжелой. У вас есть такие? Нет, не фотографии. Почему у вас нет? Ну, были только в телефоне, но сейчас нету ни телефона, ничего такого. То есть у вас таких фотографий нет? У меня все, что было, все я вез туда. Клавдия, а как часто вы видели внука? Ну, когда Анжела родила, она же лежала полтора месяца. Ну, месяц, может, чуть-чуть больше, она тоже в больнице на сохранении. Вот. А потом вот тоже, получается, что я ей позвонила, что подъеду. Она говорит, я сейчас с документами занята, потому что у меня ничего не... Я, да, не видела, потому что документами занято, и, в общем, надо мотаться, прописка. Я говорю... То есть за все время жизни Артема вы его ни разу не видели фактически? Кроме как вот тогда у Трикозина. Да, но это была причина у нас в Атомке. Возможно, конечно, сегодня Клавдий во второй раз за свою жизнь увидит эту крошку, за судьбу которого сегодня развернулась просто настоящая война. Покойная Анжела была не очень хорошей матерью, твердит ее приятельница Юлия. Но ведь и Денис был не самым хорошим отцом. У него даже нет фотографий с ребенком и вообще общих совместных фотографий. Но на что пошла Анжела, мать маленького Артема, ради денег? И кто из троих мужчин окажется действительно отцом? Настоящим биологическим отцом Артема? Что покажет сегодня в этой студии тест ДНК? Все, отдам этого ребенка, отдам дедом. Почему бы ты не заплатила на чужого человека? И Анжела держала это в глубокой тайне. Здесь прослеживалась ложь. Она бросила трубку. Она должна отдать ребенка, и все. Если Денис докажет свое отцовство, вы отдадите ребенка? Юлия, скажите, пожалуйста, что вы знаете о Трикозенко? О семье Трикозенко где сейчас находится Артем? Мы учились в одной школе. То есть это мой односельчанин. И с его сестрой родной я ходила в один класс. Я не могу сказать ничего плохого о нем. Чем они занимаются? Они занимаются землей. У него арендатор, и у него есть своя ферма, где он выращивает свиней. То есть он фермер? Да. Скажите, а почему малыш попал именно к ним? Проблемы с законом у него не было. Он как бы не нарушил закон. Ничего. Почему он так сделал? Вот это вот вопрос. Но послушайте, что он сделал? 20 сентября погибла Анжела. 21-го уже приехали утром, там или в обед уже раз, и забрали его как бы в себе. Откуда его забрали? С социального центра или из дома? Нет, от Мартыненко Владимира. Но там Денис. Она на свою фамилию записала, потому что она Мартыненко. Да, к свидетельствам о рождении мы еще вернемся, потому что Эдуард Багиров за это время уже изучил эти две бумажки и уже успел мне шепнуть на ухо, что там, знаете, очень серьезная история. Так, а пока давайте-ка обратим внимание на экран. Подзвонил своей мамке, сказал, чтобы она ишла, забирала сережку и того меньше. Потому что не знаю, где еще одевать вообще там. Или что, с соседом отдавать? Конечно, нехай с братом и где-то сюда, до меня. Пришли представители сельской ради и семья Трикозеньков. И спросили в меня, если можно взять опекунство над маленьким Артемом. Ну, я, естественно, сказал, что можно. Тем более, что Инна, Трикозенко, крестная мать Сережки, моему старшему сыну. Конечно, было бы, вы не рядом тут живете, и лучше, конечно, тут. Это отец старшего сына Анжелы Сергея. Ну, а теперь давайте послушаем, что нам сказали в социальных службах по поводу того, почему Артем оказался в семье Трикозенко. Будьте добры, внимательны. Важно, выявили граждане Трикозенко, которые хрященными батьками детей, чтобы залишить, пока эту дитину в семье, пока не будет вырешено питание по батьям. Вот это абсолютно дурацкая привычка чиновников все обобщать. Во-первых, не крестные детей, а крестные одного ребенка. Старшего. Старшего. И у меня еще другой вопрос. Всегда вот эти вот потенциальные приемные родители ходят с социальными службами. Это могут быть либо усыновители, либо они хотели усыновить этого ребенка, либо установить опеку. Не могут родственники, даже крестные, да, приходить забирать ребенка. Я понимаю, что ребенка лучше дома находиться, да, в семье. Это понятно, да, там в кругу семьи близких. Но по закону до юре, они, а папа вот этот старший, да, Мартынинка этот старшего Сергея, он имел право своему сыну для своего сына, но Артему не имел право юридически давать согласие, чтобы Трикозенко семья забирали к себе. Просто. А социальные службы в данном случае, они нарушили свои служебные полномочия. Согласен. И не учли интересы ребенка. Ты же вообще чем-то попакивает таким не очень хорошим. Скажите, Юль, а вот до этой трагедии с Анжелой, семья Трикозенко как-то проявляла заботу об Артеме? Интересовалась? Нет. Нет? Нет. И вот задается вопрос, почему, когда она вела такой образ жизни, ты уже там крестная, одного из сыновей, почему никто, не тот Дима, не Таина, не сказали, Анжела, что же ты делаешь? Ну, хочется задать вопрос. Вот скажите, по вашему мнению, зачем этой семье нужно было усыновлять или устанавливать опеку в отношении ребенка? Я там знаю, что у него какая-то земля есть, недоуформленная. Вот как он занимается землями. Вот у меня такая была версия, что он его взял, чтобы вот эта земля... Ну, честно говоря, я сложно понимаю, кому здесь нужен этот ребенок больше. Денису, бабушке. Денис, я, честно говоря, двумя руками за вас, честно. Моя позиция, ребенок должен воспитываться родным отцом или мамой. Да, в семье он должен воспитывать. У меня очень... Меня беспокоит другой момент. Не будете ли вы все время зарабатывать деньги? То, что вы делали до этого времени. Будете ли вы настоящим отцом? У маленького Артема три отца. До нас приходило еще там два человека, считая себя отцом. Денис называет себя биологическим отцом. При разговоре с покойной Анжелою, вона даже сама не была уверена, что он есть с батьком. Но в свидетельстве о рождении указаны совершенно другие двое мужчин. И в том числе загадочный гражданин Ирака. В паспорте было два свидетельства про народжение. Два? На Мартиненко Артема Денисовича. Так. Но кто из троих отцов действительно окажется отцом Артема? Какая семейная метка передалась маленькому Артему? И что покажет тест ДНК, результаты которого уже везут к нам в студию? Мы огласим эти результаты совсем скоро здесь, в этой студии. Итак, значит, вот смотрите, в одном из свидетельств о рождении значится гражданин Ирака. Что вы о нем знаете, Юлия? Я сначала, у меня вообще был шок, но потом... Может, у нее был роман с ним, и вы не знаете? Да о нем вообще никогда никто не слышал. Дело в том, что до вот этого момента, когда я позвонила в соцслужбе, мы с ней общались. Был такой момент, что она как-то, ребенок приболел, то ли зубы, то ли что, и она прям в порыве такого гнева, вот все, отдам этого ребенка, мол, отдам дедом, хай, куда хочешь, куда хочешь, или что там типа делать. Я говорю, что ты несешь? И все. И как-то оно потом замялось. А вот и гражданин Ирака-то откуда? Как это вообще? Вообще, у меня, как бы, сведения такие были, что этим всем, как бы, цепочкой шла от нашей медсестры. Ну. Есть у нас такая, она где-то то ли на конференции была, то ли где-то на сессии она была, то ли я не знаю, где она там была. И? И этого Альбажа то ли встретила, то ли что, и, как мне объяснили, что ему нужно было, чтобы проживать на Украине, либо жена украинка, либо ребенок от жены украинки. Оооо! Каким же образом все-таки в свидетельстве о рождении мог появиться этот самый гражданин Ирака? Был ли это роман, о котором никто не знал, и Анжела держала это в глубокой тайне, а она на это была способна, потому что она очень много гуляла, и это мы сегодня уже выяснили. Или это все-таки был некий такой расчет, такое предложение, от которого Анжела не могла отказаться. Мы провели собственное расследование для того, чтобы доподлинно узнавать все обстоятельства этого происшествия. Появление двух этих свидетельств о рождении, которые, факт которых, как утверждает наш эксперт Ударк Багиров, может повлечь со собой возбуждение уголовного дела. Но об этом позднее. Сейчас мы услышим людей, за которыми охотились очень многие журналисты. Но именно мои коллеги, журналисты, говорит, Украина, смогли побывать в их доме, и смогли, собственно, выйти с ними на контакт. Мы даже увидели и узнали, как живет маленький Артем. Сейчас семья Трикозенко у нас на скайп-связи. Инна, Дмитрий, вы слышите нас? Да, да, мы слышим. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Ой, так это вот Артемка, да? Да. Ну, он хорошо выглядит, видимо, так хорошо ему живется. Инна, сегодня мы узнали о том, что вы являетесь крестной мамой старшего брата Артема. Но почему вы решили взять Артема себе и на каких таких основаниях? Мы взяли детей, чтобы дитина не попала в дом мою людьми, когда она была никому не нужна. Инна, ну почему именно вы? У вас, кстати, опекунство или усыновление? Что у вас там? Какой статус? Почему усыновить эту дитину? Вы хотите усыновить? Насколько я знаю, никто заяв не писал, чтобы заплатить. Сейчас дитина у нас просто на темчасовом усыновляет. О, патроната сидят. На временном у вас попечении. Мы не имеем из этого ничего. Опекунами плачут. Все правильно. А мы просто забрали дитину, выходим, несем ответственность за его жизнь и здоровье. Меня очень смущает, и экспертов смутил тот факт, что вы все-таки довольно быстро это все оформили. Буквально вчера была эта автокатастрофа, а уже на следующий день вы забираете ребенка. Как вам так удалось быстро это все оформить? Поскольку мы знаем, что дитинку вы не было выучить, а дитинка малючка. Давайте лучше по телефону наберем, потому что ужасная скайп-связь. По телефону будет лучше, а нам важно, наверное, все-таки мы вот на вас посмотрели. А теперь нам очень важно, гораздо важнее узнать детали и хорошо вас слышать. А я пока вам кое-что напомню. Итак, семья Трикозенко ни секунды не сомневалась, когда забирала к себе маленького Артема. Сама Инна Трикозенко сейчас только что подтвердила, что да, мы быстро это оперативно сделали. Она с этим и не спорит. Мальчику, малышу, утверждает Инна Трикозенко, будет хорошо, комфортно. Но что семья Трикозенко будет делать, если тест ДНК подтвердит все-таки отцовство Дениса? Отдадут ли Трикозенко ребенка биологическому отцу? Это документ сфабрикованный. Я не хочу за республикаться. Да воспитывать надо его, любить его надо. И он заплатил определенные деньги, Анжелите. Я не знал, что так будет. Вы не ожидали такого поворота? Ну что же, мы установили телефонную связь с Инной? Мы вообще ему добрые. Инна, так я вас спросил, как же так оперативно вам удалось это все провернуть? Я не хочу зараз про это рассказать. Почему? Это не так быстро стало. А что вы знаете о Денисе? Про Дениса я не могу ничего сказать. Я даже его не знаю. То есть вы сомневаетесь, что... Я не знаю ни его родину, ни Дениса. Я не знаю, я их видела один раз. То есть вы сомневаетесь в его отцовстве? Он ведь был у вас? Ой, совсем сомневаются, очень сомневаются. По-перше, по-друге, даже если бы он хотел быть родителем, почему он протягом года не мог ничего сказать? Почему дитина записана на чужого человека? Где он был? Чем он занимался? Как дитина вообще развивалась? Чи есть что есть, что есть? Это очень, знаете, такие запишения. Скажите, пожалуйста, Инна, вы приняли это решение, насколько я понимаю, оперативно с мужем по поводу усыновления? Или вы до этого уже к ребенку присматривались? Нет, мы его не видели, что дитина. Мы ее не знаем, как мы могли до нее предъявляться. Я уже не знаю. То есть вы не знали вообще Артема до этого? Артема? Да. Алло, алло. Да, Артема. Я его бачила один раз. Да. И все, где вы его видели, кстати? У Анжелы. То есть до этого, на Кристину Кусергеева его видели или где? Старший хлопчик. То есть вы до этого совершенно, он был для вас чужим ребенком. Вы как бы не принимали участие там как бы в его, я не знаю, воспитании, в общении с ним? Нет, никак. Никак? Никак? А были еще, кстати, претенденты на усыновление Артема? Заяв не было ни от кого. Эта дитина была не потребна ни от кому. Скажите, а если Денис докажет свое отцовство, вы отдадите ребенка? Нет. Она не имеет права удержать ребенка, если доказано, что есть биологический отец. Она должна отдать ребенка, и все. Его забрала бабуца, и его повинение было вылечить в службу опеки. Сереж, вы же разбирались с этим. Каким образом все-таки Артем оказался у семьи Трикозенко? Значит, в службе по делам детей. И это официально прокомментировали так, что все имеющиеся родственники Артема, то есть это бабушка, это бабушка Анжела, это Ваня Людмила, и это отец старшего сына Анжелы, то есть брата Артема, написали письменные заявления. Написали? Нет. Значит, ложь. Это ложь. Конечно, да. И там в службе по делам детей не только. Здесь прослеживалась ложь. Так, а вот сейчас Инна говорит, что сначала ребенок был у бабушки, и только потом он переехал в их семью Трикозенко. А когда, по вашим данным, он оказался в семье Трикозенко, Артем? В воскресенье случилась в 6 утра авария, погибла Анжела. Дети уже буквально там где-то в полдень оказались в семье отца старшего сына. Так, да. Вот. Да, да, да. И уже на следующий день, то есть сутки они побыли там, и на следующий день, по данным самого этого мужчины, Сергея, да, ребенок уже был у... Семьи Трикозенко. Да, у Инны Дмитрия. Это так, Инна? Прервалась, да? Она бросила трубку. То есть все, значит, покрывают какие-то свои делишки. Значит, Инна не захотела нам уточнять, и социальные службы как-то очень быстро все это сделали. Нет, конечно, никто не спорит, что ребенку лучше в семье, чем в доме малютки, в детдоме. Я согласен с вами, Александр. У меня меньше всего претензий к этой семье. Так нет, мы не претензии к семье. Но огромнейшая претензия к службам. Но не к этой семье. А вот скажите, пожалуйста, а вы бы взяли Артема? Взяла. Вы бы взяли? Да. С кем останется ребенок после нашей программы? И что покажет тест ДНК, результаты которого нам уже везут сюда в студию? Эдуард. Вы знаете, у меня вопрос будет к вам, Денис. Как ваша фамилия? Денисенков, Денис Сергеевич. Так вот, юридически вы не имеете никакого отношения к этому ребенку. И вот хотелось бы этот документ передать его вам, потому что на самом деле после выхода эфир должно быть возбуждено уголовное дело. Этот документ будет основой уголовного дела. Это документ сфабрикованный, поэтому документы, возможно, хотели получить вид на жительство. Такая схема действует, кстати. И иностранцы через работников социальных служб, или в том числе ЗАГСов, оформляли на себя право... Может быть, в связи с появлением вот этих, как утверждает Эдуард Благеров, фальфицированных документов, и у Семитрия Козенко такая уверенность в себе, Алифтина, вы же выясняли это. Я думаю, что все-таки их побуждения были чисто эмоциональными. У меня сложилось такое впечатление, что никакого расчета в их действиях не было. Можно порадоваться, когда у человека действительно широкое сердце, они, в принципе, действительно могли просто откликнуться на обеду. Но очень важные условия. Вы, Сергей, были единственным журналистом среди всех украинских наших коллег, который сумел проникнуть в дом Трикозенко. Можете описать условия их жизни? Могу. Это достаточно хороший дом. Для их села это, наверное, самый лучший дом в селе. Отличные комфортные условия. Очень чисто, несмотря на большое количество детей в доме. У ребенка отдельное место во главе стола. У Артема я имею в виду. То есть детская комната, большая, просторная. Вот двуспальная кровать, вы видите, для старших девочек. Отдельная совершенно спальня для Артема. Отдельная кровать. Ну, то есть ребенок находится в жилищных условиях отличных. Денис, а куда вы планируете забрать малыша? Пока к родителям. В каких условиях вы живете? Мы все вместе будем жить. У нас двехкомнатная. Давайте сейчас посмотрим, что говорить. Просто внимание на экран. Очень важно понять, где ребенку будет комфортно, в каких условиях. Что, понимаете? Мы понимаем. Денис, что вы намерены сделать для того, чтобы действительно добиться передачи ребенка вам? Да я буду работать больше. Вот ваши ответы меня реально удивляют, как отца. Я буду работать. Да воспитывать надо его, любить его надо. Но у Дениса есть, как он полагает, насколько я знаю, неопровержимое доказательство тому, что он действительно является отцом Артема. Я ведь говорю о ваших особенностях. Денис, вы понимаете, о чем я? О чем? Сколько у вас пальцев на руке? У меня? Да. Ну, 10. На одной руке 5, на второй. А она у вашего ребенка, Артема? Шесть. Шесть. Почему? Потому что, ну, по отцовской линии. У моего мужа с рождения был шестой пальчик, и у его брата у них семья-пять человек, то у троих у них из пяти человек был шестой пальчик. Мы встретились с папой Денисой, и он нам показал свою семейную метку. Внимание на экран. В нашей семье по роду идет патология. Во всех вырастает шестой пальчик. У моего отца был, вот у меня, вот его сразу же в детстве удаляют. У брата, у одного и во второго. Я сейчас вызываю на связь семью Трикозенко. Инна, я знаю, что вы нас слышите и видите. Вы можете подтвердить тот факт, что на правой ручке у Артема именно шесть пальчиков? Инна. Да, детка. Есть. Инна, спасибо вам огромное за то, что вы взяли ребенка и воспитываете ребенка, до первого очереди. Вы любите Артема? Да, наша семья вся очень любит. И Инна тоже уже любит, ему очень хорошо. Инна, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы, конечно, еще к вам вернемся. Инна, мы обещали узнать, откуда взялся гражданин Ирака в одном из свидетельств Артема. Сереж, вы выяснили это? Прежде всего, я обращался в службу по делам детей, конечно же. Служба по делам детей не видит ничего странного в том, что есть два свидетельства о рождении. Как? В котором во втором варианте указан гражданин Ирака. Давай сейчас обрати внимание на экран. То есть, службы по делам детей говорят, что можно записать ребенка, отцом ребенка любого человека, если до этого ты была матерью-одиночкой. Вот. Ну, то есть, это слова вы сами слышали. Главы района. Это полный бред. Понимаете, эта децентрализация в нашей стране уже действует. Каждый глава сельсовета себе царь в своем селе. Вот реально, мы видим. По медсестре есть свои вопросы. В селе есть такое мнение, и вот ты, как бы, Юля мне об этом говорила, что именно медсестра стала вот тем человеком, благодаря которому появился этот вот Аль-Бадж, гражданин Ирака. Сестра отрицала все, абсолютно все. И в сельсовете мне первоначальная информация, которую мне озвучили, в том, что никакого гражданина Ирака здесь не было, в их селе. Но оказалось, что он был там прописан. Причем был прописан у главного бухгалтера сельсовета. А как вот Анжела, медсестра, все это взаимосвязано, не понимаю я. Вот это моя медсестры. И еще, Алексей. Да, и да. Вот смотрите, было первое свидетельство на Денисенко, правильно? И чтобы заменить необходимое решение суда. Решение суда. Потом уже пишет на Мартынинка, а чтобы заменить еще на Аль-Баджа, надо в третье решение суда. А кому это было выгодно вообще, Сереж? Опять же, речь идет, как говорят о том, что Анжела прописала, записала в свидетельство о рождении этого гражданина Ирака, для того, чтобы получить определенную материальную выгоду. То есть, гражданину Ирака было выгодно оставаться в стране, получить вид на жительство и продолжать оставаться в Украине. И он заплатил определенные деньги Анжеле. Тем более, что все говорят о том, что в марте, вот как раз когда было оформлено новое свидетельство, у Анжелы резко улучшилось материальное положение. Так она с ним была знакома в итоге, что ли? С арабом? Этим вот, да. Как мне сказали в ЗАГСе, они приходили вдвоем, чтобы перерегистрировать свидетельство с этим самым вот арабом. С Анжелой? Да, да, Анжела с Иракцем. Но, опять же, это сказали в ЗАГСе. Значит, всю программу я говорил вам о том, что мы провели тест ТНК-экспертизы. Мы сумели взять пробы и у маленького Артемки, и, конечно же, у Дениса, для того, чтобы выяснить, поставить точки над «и» в вопросе биологического отцовства Дениса. Сейчас я прошу внести мне в студию конверт с результатами исследования. Будьте добры. Перед тем, как огласить результаты теста, я хотел бы обратить ваше внимание на экран. Давайте еще раз посмотрим на того малыша, по поводу которого идет эта война. Вы готовы узнать правду? Вот в этом конверте результаты экспертизы. Я думаю, что будет правильным, если вы откроете этот конверт. Вы знаете, я посмотрел видео, он так похож на вот этого молодого человека, который держал его на руках. Просто обалдеть. Кто, Денис? Да нет, Денис, Артем. И Дмитрий, да? Читайте, тихо, читайте. Батьківство выключается, оскільки генетичные ознаки по локусу D18S51 в генотипе дитини не співпадают. То есть генетичными ознаками, що містяться генетипи імовірного батька, враховуючи характер генетичних ознаків. Ну, самое главное, що отцовство ісключається, Денис. Наверное, і слава Богу. Ви не біологічний отец этого Артема. Как би мені не було жаль Дениса. Ви не ожидали такого поворота? Не, жду. І що ви тепер будете делать? Ви будете за нього продовжать бороться? Или успокоїтися і оставити ребенка в цій сім'є? Та вже смысл, я вже нічого не кажу, в принципі. Степень невероятності, она, действительно, максимально близка к ста процентам? Смысла я вже не вижу, я не знав, що так буде. Леш, Бог, мабуть, бачить, де дитина буде, де цьому маленькому Артемчику буде краще. Людмила, а ви що думаєте? Можливо, дійсно, краще Артема оставити в цій сім'ї? Краще буде дитині там, де його люблять. Так ви як полагаєте? По-перше, по-друге, діти в одному селі, вони будуть бачити один одного, вони будуть рости один з одним, вони будуть ходити в одну школу. Тобто ви полагаєте, що Артему краще остатся в симметрикозинку? В симметрикозинку. Інна, ви слышали результаты ДНК-експертизы? Ми дуже раді. А ми дуже хотим, щоб у Артемки в цій жизни все сложилось действительно лучшим образом. Дай Бог. Об цьому говорить Україна, об цьому не могли молчати. Мені спасибо, що бути з нами. Пока.